Скандал вокруг теплосчетчиков разгорелся в частном секторе центральной части Караганды. Владельцы домов с центральным теплоснабжением получили уведомления, обязывающие их установить счетчики тепла. Узнав цену приборов учета, жильцы пришли в ужас. Оказалось, что придется заплатить от 200 до 300 тысяч тенге. Людмила Батюшкина продолжит. Мы идем в пещеру жить, и какой-то век каменный. Лина Ивановна лишь 4 года назад избавилась от ненавистной печки. Подключение к долгожданному центральному отоплению, по словам местных жителей, им обошлось около миллиона тенге. Всех заставили установить свой элеватор, опять расходы. Последнее уведомление услугодателя повергло жильцов в шок. Их обещают отключить от теплоснабжения, если жильцы не установят приборы учета тепла. Стоит счетчик от 200 до 350 тысяч тенге. У меня только одна пенсия, никаких доходов больше нет. Вот пока нальется эта вода в ванну, она уже остыла. В батареях холодно, в валенках спали, в шубе ходили, в квартире. Вот поэтому и счетчик тебя ставят. А теперь не знаю для чего, этот еще счетчик. Как мы жить будем, или уже на могилу даже нету. Мы сейчас на 10 лет вбухаемся в кабалу. Я вчера узнавала, почем это удовольствие. Значит, в пределах 250 тысяч любая фирма, 6 фирм я обзвонила. И это еще не гарантирует, что в эту только сумму мы уложимся, потому что придется каждому переделывать. Может быть, принять элеваторные услуги. Правозащитники однозначно комментируют ситуацию в действующих на сегодня правилах предоставления коммунальных услуг, утвержденных правительством, значится. Приборы учета устанавливаются энергопередающей организацией за счет своих собственных средств, либо заемных. Потребитель имеет право установить свой счетчик. Это право потребителя. Хочу устанавливаю, хочу не устанавливаю. Поэтому здесь, я думаю, вопрос очень четко и ясно прописан в законе. Пока это никто не отменял, то есть обязывать потребителей никто не имеет права. А отрезать уж тем более. Руководство компании «Караганда Теплотранзит» руководствуется приказом агентства по регулированию естественных монополий, который предписывает каждому потребителю иметь теплощетчик. По раскладкам монополиста он готов установить счетчики, но выставит потребителям за них счета. Мы не варвары, мы пока убеждаем, но это придет к тому, что потом будем требовать установки приборов отчета. Будем говорить, есть закон, есть правила, читайте, иначе будет, ну, скажем, некачественная вам услуга. Вот и все. Услугодатели предлагают жильцам частного сектора объединяться и устанавливать один счетчик на несколько десятков домов. Договариваться, кто какую долю в общей сумме будет платить в зависимости от величины дома. Помимо стоимости самого прибора учеты, владельцу дома нужно будет оплатить работы по его установке. Это тоже не дешево, но и это еще не все. По словам специалистов, после этого потребителю каждый месяц, кроме оплаты самого тепла, нужно будет еще несколько тысяч тенге платить за снятие показаний. В итоге, по расчетам потребителей, расходы на отопление со счетчиками станут дороже, чем без них. Эти люди ни на какие условия идти не хотят и заявляют, что счетчики ставить не будут.